В Приморье в период с 12 по 14 апреля в рамках проведения всероссийских командно-штабных учений отрабатываются вопросы готовности ликвидации и последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводков и возникновением природных пожаров. В ходе второго этапа учения было принято решение провести тренировку на территории Уссурийского городского округа. Все практические вопросы и задачи, которые были поставлены в рамках и командно-штабного учения, и тренировки по вопросам цифровизации были успешно достигнуты. И, соответственно, константируем факт, что Приморский край наряду 28 субъектов Российской Федерации, которые сегодня принимают участие в данной тренировке, готова к переходу на цифровой формат предоставления гражданам услуг по оказанию финансов и материальной помощи. Стоит отметить, что в 2020 году МЧС России вышла с инициативой по организации цифровизации процесса оказания финансовой и материальной помощи гражданам, оказавшимся в зоне чрезвычайной ситуации. После чего в начале 2021 года была подготовлена, одобрена и утверждена дорожная карта по реализации этой задачи. Естественно, мы поддержали МЧС в их инициативе по цифровизации. Большой плюс мы видим в следующем – хороший структурированный учет через портал Госустуг. И второй ключевой момент – это, естественно, сокращение регламентов сроков для доставления услуги. Потому что эти услуги новые, эти услуги массовые, сценно значимые. Сейчас Медцифра России на это уделяет большое внимание, правительство Российской Федерации уделяет большое внимание. Так, на практике были отработаны способы подачи заявлений населением на возмещение ущерба. Были проведены практические действия в трех учебных точках. В пункте временного размещения – привлечение специалистов МФЦ Уссурийского городского округа и подача заявлений с использованием мобильных устройств в администрации Уссурийского городского округа. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на восьмом.